Всем привет! Сегодня посмотрим на самые бронированные смарт-часы с Алиэкспресс. Ссылки ты как всегда сможешь найти в описании, обязательно подписывайся, ставь лайк, ну и мы начинаем. Большие и брутальные. Примерно так в двух словах можно описать внешний вид Амосфит Терекс. Однако, несмотря на такое описание, часы весят всего лишь 60 граммов, то есть они почти не ощущаются на руке. В немалой степени еще и потому, что браслет здесь силиконовый, очень мягкий и отлично растягивается. Корпус часов и застежка выполнены из прочного пластика, кнопки и винты из металла. Экран углублен в корпус для большей защиты от внешних воздействий. Нижняя часть часов выпуклая, она плотно прилегает к руке датчиком и его подсветкой, дабы точнее получать информацию о пульсе. Управлять часами можно при помощи как сенсорного экрана, так и механических кнопок на боках корпуса. Клавиши круглые, крупные, нажатие четкое, ход твердый и минимальный. Присутствует тихий звук клика. Случайных нажатий здесь не будет, так как кнопки отделены друг от друга выступающими элементами корпуса. Амолед экран у часов полностью круглый, без каких-либо мертвых зон. При диаметре 1,3 дюйма разрешение составляет 360 на 360, что вполне нормальный показатель. Лицевая поверхность экрана выполнена в виде стеклянной пластины с зеркально-гладкой поверхностью, которая устойчива к появлению царапин. На внешней поверхности экрана часов есть специальное олеофобное покрытие, поэтому следы от пальцев удаляются существенно легче, а появляются с меньшей скоростью, чем в случае обычного стекла. Нижняя сторона корпуса Amazfit T-Rex традиционна для такого типа устройств. Здесь размещаются оптические датчики, две магнитные контактные площадки для подключения USB кабеля с зарядной станцией. Магнитная основа сама выберет нужную ориентацию станции и соединится с часами сразу, как только вы поднесете устройство друг к другу. Говоря о времени работы, можно сказать, что в Amazfit T-Rex установлен аккумулятор на 390 мАч. Эти часы способны проработать 9 дней в интенсивном режиме, 18 дней в обычном и 40 часов при подключении GPS. Заряжаются часы от специального сетевого адаптера, примагничивающегося к тыльной стороне устройства. Зарядка идет около двух часов. Для работы с часами требуется установить приложение Amazfit, совместимое с iOS и Android. В данной модели часов предустановлено около 30 различных циферблатов. Если будем смахивать с циферблата вверх, то увидим экраны с активностью, с сердцебиением и дополнительными опциями. Далее, если мы будем смахивать экраны с циферблата влево, то получим доступ ко встроенным приложениям. А если вправо, то к последним уведомлениям в единой ленте. Среди приложений отмечу управление музыкой, компас, погоду, будильник, таймер и обратный отсчет. В общем, ничего необычного, но все необходимое есть. Внешний вид самих часов легче всего описать словом «брутальный». Корпус выполнен сразу из четырех материалов. Это стекло, которое прикрывает экран, безель из стали, корпус пластиковый, а ремешок силиконовый. Теперь все по порядку. Стекло с отличным олеофобным покрытием, в выключенном состоянии полностью черное, что выглядит дорого и солидно. Безель декоративный и придает более спортивный вид этим часам. Корпус выполнен из твердого пластика, но щуп кажется, что его вообще невозможно повредить. Силиконовый браслет по тону и фактуре точно совпадает с корпусом, при этом мягкий и приятный, натереть не сможет. Все управление часами осуществляется с помощью экрана и двух кнопок. Также на корпусе можно найти несколько отверстий. Справа находится динамик, слева отверстие микрофона. Тыльная поверхность корпуса часов выполнена из черного матового пластика. По центру расположен модуль оптического пульсометра, состоящий из двух светодиодов и двух фотодетекторов, а также два магнитных металлических контакта для соприкосновения с контактами зарядной площадки. Крепление ремешка к часам стандартное, на рычажке, который надо оттянуть, чтобы снять половину ремешка. Экран у часов полностью круглый, без каких-либо мертвых зон. При диаметре 1,39 дюйма разрешение составляет 454 на 454, что дает привычные 326 пикселей на дюйм. В этом экране используется AMOLED матрица, активная матрица на органических светодиодах. Присутствует функция автоподстройки яркости на основе встроенного датчика внешней освещенности. Дисплей отличается достаточно высокой яркостью и отличной читаемостью на ярком солнце. Цветовой баланс хороший, черный цвет остается черным под любыми углами. Равномерность белого поля также не вызывает претензий. Экран характеризуется отличными углами обзора с гораздо меньшим падением яркости при взгляде на экран под углом в сравнении с экранами на ЖК матрицах. В целом качество экрана можно считать высоким. В настройках приложения есть несколько важных пунктов, от которых зависит продолжительность работы часов без подзарядки. Это постоянный мониторинг пульса и тест уровня стресса. Если они активированы, то соответственно устройство будет разряжаться быстрее. На самих часах доступен выбор из 12 циферблатов. С помощью приложения можно доустановить другие. Из предустановленных есть настраиваемые циферблаты, ну и обычные. Что касается меню самих часов, здесь все предсказуемо и понятно. Сверху можно вытянуть быстрые настройки, а по нажатию на нижнюю физическую кнопку открываются тренировки. Говоря о времени работы, Honor GS Pro выделяется емкой батареей на 790 мАч. Обещают, что ее хватит на 25 дней в экономичном режиме работы и на 14 при интенсивном использовании. Если же вы хотите подключить GPS, то цифры получаются следующие. До 4 суток в режиме энергосбережения и 40 часов активного использования. Модель часов Amazfit Stratos 3 имеет круглый циферблат спортивного стиля, который смотрится брутально на руке и нацелен на мужскую аудиторию. Часы Amazfit Stratos 3 с диаметром 48,6 мм и толщиной 13,4 мм весят примерно 60 грамм. Они удобно сидят на руке и не причиняют никакого дискомфорта. Рамка вокруг экрана маленькая, когда корпус сделан из поликарбоната. Шпильки для крепления ремешка пластиковые. Внизу расположено 4 контакта для зарядки или соединения с компьютером, а также датчики ЧСС для измерения сердцебиения. Под ремешком есть небольшое свободное пространство с сенсором для определения атмосферного давления. Спереди справа находятся 4 кнопки для управления работой устройства. Включение, регулировки громкости, прокручивание вверх и вниз или возврата назад. Ремешок со стандартной шириной 22 мм и быстро заменяется. Смарт-часы оснастили 1,3-дюймовым TFT-экраном трансфлективного типа. Среди главных преимуществ технологии, энергоэффективность и возможность отражать окружающий свет. Принцип работы прост. Чем ярче освещение вокруг, тем лучше видно информацию на дисплее. Действительно, в солнечный день цифры на экране отлично читаются без дополнительной подсветки. Активировать её придётся лишь в вечернее время, выбирая из пяти уровней. Поскольку датчика освещения нет, регулировать силу подсветки придётся вручную. Но это потребуется сделать 1-2 раза. Матрица получила разрешение 320 на 320 точек, что даёт достаточную плотность пикселей 238 ppi. Для защиты дисплея используется закалённое стекло Gorilla Glass 3 с качественным олеофобным покрытием. Кстати, сенсорная сетка заметна на свету, а цвета на экране выглядят тусклыми и блеклыми. И огорчают углы обзора. Внутри Amazfit Stratos 3 установлен процессор Sony GNSS с экономичным энергопотреблением. Здесь также есть 512 МБ оперативной памяти и 4 ГБ встроенного хранилища. Такой объём полезен для хранения, например, музыки и прослушивания через Bluetooth по беспроводным наушникам. Для навигации здесь есть GPS, GLONUSB, DOE и Galileo, помогающие определить местонахождение во время тренировки. Также смарт-часы работают на операционной системе Amazfit OS, которая создана на основе Android. Модель также поддерживает стандарт беспроводной сети Wi-Fi и бесконтактную оплату по NFC. Внутри Stratos 3 установлен аккумулятор на 300 мАч. Кажется, что это немного, хотя в реальности гаджет работает примерно неделю на одном заряде. Время полной зарядки через магнитную док-станцию составляет примерно 2,5 часа. Часы имеют массивный корпус, выступающий безель, большие винты и крупные физические кнопки для управления часами. Корпус часов выполнен из ударопрочного пластика с агрессивными элементами дизайна. Часы бывают в трёх цветах – чёрном, синим и бежевом. Безель тёмно-серого цвета выделяется на фоне однотонного корпуса. Такие же изменения коснулись ремешка, он теперь тоже двухцветный. На мой взгляд, такие часы смотрятся интереснее. Ремешки у часов сменные. Помимо мужественной внешности, у часов ещё и боевой характер. Они не боятся пыли и влаги. С ними можно спокойно купаться и нырять. У Amazfit T-Rex Pro вага засчитана уровня 10 АТМ против 5 АТМ у старой модели. Так что они выдерживают погружение на глубину до 100 метров продолжительностью до 10 минут. На нижней части корпуса разместили продвинутый оптический датчик BioTracker PPG второго поколения, который обеспечивает измерение параметров активности и мониторинг состояния, в том числе и во время сна. Величина ёмкости аккумулятора 390 мАч, что соответствует около 20 дням работы в смешанном режиме. На боковых сторонах корпуса расположены 4 физические кнопки, по 2 с каждой стороны. Они полноценно заменяют свайпы и тапы по экрану, обеспечивая навигацию по меню и выбор нужных функций. Сами кнопки выполнены из алюминиевого сплава с нанесенными насечками на рабочей поверхности. Характеристики круглого экрана такие. Диакональ 1,3 дюйма, стекло Gorilla Glass 3, разрешение 360 на 360. Сенсорный AMOLED дисплей с хорошей чувствительностью, чёткими шрифтами и яркой картинкой, которые на улице видно хорошо. Сохранился и режим Always On, когда время видно и в режиме ожидания. Причём если в прошлых часах функция работала только с двумя циферблатами, то теперь она уже действует на всех. Одно из важных изменений в часах это новый оптический датчик BioTracker PPG2, который используется в других устройствах Amosfit. T-Rex вычисляет качество сна, разделяет его на три стадии. Быструю, глубокую и так называемый BDG, быстрое движение глаз. Также идёт учёт сердечных сокращений, расчёт кислорода в крови, индекс физической активности PAI, а ещё часы автоматически определяют типы тренировок. Что касается режима автоматического распознавания активностей, то в него входит 8 программ. Пешая прогулка, беговая дорожка, ходьба в помещении, уличная парабежка, гребли, велосипед, эллипс и плавание. Смарт-часы показывают уведомления о новых сообщениях, но ответить на них не получится, можно только прочитать текст. Приходят и уведомления о звонках, но для ответа потребуется телефон, поскольку в самих часах нет встроенного микрофона. Зато можно узнать данные о погоде, время восхода солнца, запустить барометр, таймер, секундомер или запустить функцию поиска телефона, если вдруг он потерялся в квартире. Ещё есть удобный режим фонарика, когда экран работает на максимальной яркости. TicWatch Pro 3 выглядит очень красиво. Ремешок выполнен из силикона, но внешне напоминает кожу и выглядит солидно. В стиле ремешку добавляют оранжевые швы по бокам. Корпус выполнен из матового пластика, двухцветного металла и безеля из нержавеющей стали с отметками времени. Новинка оснащена ЖК-дисплеем. Вокруг сенсорного дисплея расположилась рамка, которая стала меньше по размерам. При этом сам корпус стал значительно больше, 47 мм вместо 45 ранее. У гаджета два дисплея. Первый – AMOLED, очень яркий. На нём можно запустить все смарт-функции, открыть меню или раздел спорта, отрегулировать настройки, пользоваться приложениями и всеми остальными функциями, которые позволяют делать экран. Если активно использовать сенсорный экран, часы проработают до 72 часов. Когда дисплей включён постоянно, заряд может закончиться ещё быстрее. На нижней стороне расположены не только контакты для подзарядки, но и для синхронизации с компьютером, то есть доступно хранилище устройства для передачи, например, аудиозаписей. В TicWatch Pro 3 появилось немало новых датчиков. На часах в том числе появился мониторинг уровня стресса и не только. Интерфейс стал более чем простой, позволяет выполнить базовую настройку часов и предлагает экспорт статистики в отдельные приложения. Ёмкость аккумулятора составляет 577 мАч, которого хватает до 72 часов в интеллектуальном режиме. Ну а ссылки на все смарт-часы из этого рейтинга я оставлю в описании. Вы же обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Ну а на этом у меня все, пока!